Относительно банка, вопрос. Тигран Баджанян, адвокат, вот я тоже карту дали. Вот представим себе, я правильно понимаю, онлайн-банкинг, возможно ли это есть, может быть, уже есть. Если мы, допустим, заключаем договор с банком, то мы имеем возможность, чтобы человек вошел, захотел купить товар и прямо на месте, захотел оформил кредитную карту. И потом, каким-то образом, чтобы вот это все совместить, чтобы он мог спокойно покупать товар, уже оформляя кредитную карту попутно и получить кредитную покупку товара у нас уже в компании. Как-то автоматизировать всю эту систему в единую цепочку, если компания наша сотрудничает с банком. Ну, и критически, но... В онлайн-режиме, я имею в виду. Нет, ну, может, законодательство, как вы знаете, может, в интернете написать. Нет, и потом, да, конечно, но что-то в предварительную часть, чтобы пройти, чтобы облегчить вот эту задачу. Ну, теоретически можно, но практически мы всегда любим, что вот это какие-то массовые сегменты. Тут, я думаю, будут какие-то штучные вещи, это распыряет. А если массово? Ну, это массово, я не знаю, насколько это будет. Массово – это когда у нас две тысячи карточек мы даем в день, да? Ну, это вот массово. Ну, а тут три карточки в день – это неинтересно. А какая ресурска? Спасибо. Давайте еще два вопроса только, да, и все, мы закругляемся. Вы успели, что есть, прочитать детрактор? Вы знаете, тут такие текции, я не знаю, что я сказал, что я отвечаю на вопросы. Да, Олег, скорее, практический вопрос. У меня сейчас маленький контент-магазинчик, 200-300 тысяч оборотов в месяц. Какими путями вообще лучше расти до таких бизнесов, как там 20 миллионов долларов в год? Так а что вы продаете? Кедровые кочки, купель, интернет-магазин – все из кедра. Я понимаю, что вы можете там на 2, на 3, на 4 умножить оборот, но умножить его там до 20 долларов. Я не знаю, а у вас есть конкуренты, каков рынок там, я этот рынок не знаю. Емкость рынка, нужно начать с емкости рынка. Но почему я продал пельмени? Потому что я же это ничего не знал, потому что вообще с пельменями там смешно. Я спросил у жены, покупатель она пельменей, она мне открыла, когда я встретил шарфу, знаниящего оборудования пельмена. Она говорит, вот лежат. Я удивился, что она их покупает в магазине, потом дочеку звали Дарья, назвали Дарья. В итоге я в этот бизнес вот так попал случайно. Почему я его продал? Одна из причин. Потому что он был очень прибыльный, мы зарабатывали, я помню, там по 500, по 600 тысяч долларов в месяц в честь этой прибыли. Ну то есть это фантастика, вот я почему я его продал. Я его продал. Почему? Потому что потом я понял, что есть такая вещь, как емкость рынка. И когда я там почитал где-то, нашел, оказывается, рынок на тот момент, сейчас не знаю, всех замороженных полуфабрикатов в России было 1 миллиард долларов. Нет, меньше, потому что рынок пельменей был, а 100 миллионов долларов оборот. Вот вообще рынок, емкость рынка, да? А у нас оборот ударей был, что-то, прорисовать, не помню, 50, что ли, или же. Нет, ну 40. Ну потому что мы очень дорогие, поэтому мы по количеству, мы были меньше процентов, в деньгах 50 почти. То есть я понял, что все, половина рынка растет. Поэтому у вас нужно понять, каков вообще рынок сегодня, и растет ли этот рынок. Если он не растет, а стагнирует, то это плохо. И какая доля ваша на этом рынке? Где эту информацию получить, я не знаю, но наверняка есть. Отсюда можно и вплицать. Ну то есть если потолок у меня не устраивает. Если этих кедровых бочек продается всего, там, не знаю, на 2 миллиона в год, то вы не можете умножаться на 5, потому что просто не покупают столько. Лучше просто уходить куда-то. Лучше уходить куда-то, конечно. Олег, можно вопрос? Меня Антон зовут, я здесь. Да. Какие темы в бизнесе вы видите интересны для начала России на ближайшие годы? Ну, более-менее отмечал. Не знаю, у нас. Смотрите, что успешно на Западе, и копируете, это будет работать. Потому что что тут придумали? Таких инноваций там, как чат-рулет, там, не знаю, не мало. Хотя я сомневаюсь, что это вообще стопроцентная инновация. Это все, потому что квази, я думаю, это вещь. Вот. Все следует ставить вопрос, да? Поэтому смотрите на Западе, копируйте, но чего нет в России, вот такой хороший ответ приложения. Посмотрели у вас нет, скакали. Олег, у меня вопрос, меня зовут Сергей. Что, по вашему мнению, делает человека счастливым, и сильно ли на это влияют деньги? Как вы думаете? Ну, безусловно. Я еще не увидел ни одного счастливого человека без денег. У нас, конечно, и буддист какой-то, который сидит, да, это, смотрит глазом, и мантер, и, я знаю, и мантер читает. То есть, нет, деньги безусловно, это не, это один из элементов. Деньги дают свободу, дают, конечно, деньги – это очень важно. И последние женщины здесь. А вот вам здесь, если вопрос. Все, все, все. А что, как нас встречается будущим настоящим предпринимателям, вот на сегодняшней сессии, да, вот то, что мы сидим? Что бы вы хотели нас сегодня посвить? Более, главное. Ну, я с настоящими тут немножко характерен. Я считал, что здесь в основном будущее, у меня какая была идея. Поэтому я, моя идея была, я готовился именно в этом ракурсе, с тезисами, что подняться и рискануть, и взять и сделать. То есть, у меня была такая идея. А что касается настоящих предпринимателей, то что их встречается? Нужно продолжать дальше бороться. Мы уже сделали основное, мы начали бизнес, мы начали свои дела. Нужно теперь дальше идти, нужно дальше бороться за счастье, верить в себя. Я вообще не вижу никаких проблем, почему не быть успешным. Столько возможностей, столько у нас в стране, в всяком случае, отсутствия, по сути, конкуренции. Мне кажется, так просто нам всем повезло, потому что быть в России в начале 21 века, при таких возможностях, как можно быть неуспешным. Это просто нужно быть или ленивым, или дубным. То есть, я другого варианта не вижу. То есть, нужно что-то просто делать и вперед, и не париться. Не знаю. С тезисами. Так, я все это рассказал. Можно, если так... Блоги, тезисы, завтра, прямо как и есть, прямо с утра замочу. Потому что сегодня я поздно вернусь, у меня товарищ из Питера приехал, мы едем в ночной клуб. Жена, как вы поняли, в Глубай. Только никому. Так, онлайн было. Страна, не слейте меня. Товарищи, меня зовут Германов, и я... Германов, вы, конечно, знали, но как вы не можете узнать, Германов? Я был Германов, и я, конечно, преподаватель в СИД-классе. Я хочу против случая пригласить вас на свой семинар. Я вам буду рассказывать о очень многих вещах, но сейчас хочу вам дать два простых совета. Первый, когда вы начинаете свое дело, тем вы будете думать, что сконсидеритесь на нем, не отвлекайтесь ни влево ни вправо, делайте то, что вы делаете, и помните только об этом деле. Я вам, наверное, посмотрел с этим советом. Первым советом читайте. Я считаю, что чем больше вы будете читать, тем больше вы пойдете на свои советы, и тем быстрее вы сможете применить их в своей практике. Это хороший совет. Обязательно сделайте себе хорошую визитную карточку. Меня обменяют молодые предприниматели, которые дают свои контакты, наверное, с точки бумаги. Но это не очень большая инвестиция, а сделать себе хорошую, хочу сказать, хорошую визитную карточку. И сделать так, чтобы оборот этой визитной карточки продавал. Это очень хороший совет. Как правило, люди, получая визитную карточку, обязательно переворачиваются, смотрят, на что он обороте. И пусть, наоборот, будет то, что вы хотите предложить своим специальным клиентам. Пусть там будет предложение, от которого нельзя отказываться. А пусть нам будет хитрый продаж. И пусть будет одновременно ваша дисконтная карта. Это один из советов Макфинга, которыми я хочу с вами поделиться. А других советов вы можете почитать в новых книгах и услышанных семинарах в сети класса. И самое главное, я думаю, что здесь я соглашусь со всеми другими выступающими сохранить активизм. Я много раз начинал многие бизнесы, и не каждый раз у меня хорошо получалось. Но бывает, что проект успеет с самого начала, и кто не из них нужен. А иногда бывает, что можно стиснуть зубы и идти до конца. А стиснуть зубы и идите до конца. Например, находите время читать книги, учиться. И полностью хорошая жизнь на карточку. Удачи!